Добрый день, дорогие зрители канала Управда ТВ. Вы смотрите рубрику Пресс-Ботва. С вами, как и прежде, Антон Картошкин. И сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, пожалуй, о наиболее интересных статьях, репортажах и заметках, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты, корреспонденты и обозреватели издательского дома «Ульяновская правда». Журналист любимого еженедельника «Народная газета» Игорь Улитин присоединился к активистам молодежки ОНФ, приняв участие в акции под хэштегом «Надень маску». Челлендж по надеванию масок на скульптуры малой формы был запущен в Иркутске по инициативе местного губернатора, после чего акция покатилась по всей стране. Сейчас участие в ней приняли активисты 30 с лишним городов. К счастью, практически в каждом городе сейчас есть изваяния человеческого роста, которые могут послужить моделями для масок. Например, в Саратове от ковида защитился бронзовый гармонист на местном Арбате, а в Екатеринбурге маску примерили скульптуре «Сантехника». Ульяновские активисты обеспечили сизмами героев памятника «Первый фонарь» на улице Минаева, памятника учительницы на Спаско улице и скульптуру городового на улице Ленина. Как говорит один из участников акции Дмитрий Калмыков, ведь если даже памятник надел сиз, то почему ты еще не в маске, обращаясь к тем, кто до сих пор не носит их. Народка проводит тест, насколько хорошо вы умеете слушать окружающих. Слушаю и слышу разные вещи. Умение не только слышать, но и слушать то, что говорят другие, крайне важный навык в общении. Мы можем и не перебивать собеседника с виду, участвуя в диалоге, но после разговора окажется, что все сказанное просто пролетело мимо ушей. В период пандемии неизменно популярным аксессуаром остается защитная маска, а разнообразие на рынке и новых альтернативах ее замещения читаем в разделе «Береги себя». По скриптам, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах любимой газеты. Журналист газеты «Ульяновская правда» Андрей Маклаев рассказывает об открытии в метрограде второго в регионе технопарка «Кванториум». Базируется он в городском техническом колледже. По словам министра просвещения и воспитания Натальи Семеновой, «Кванториум» позволит создавать научно-образовательную, творческую, высокотехнологичную среду, на базе которой осуществляется обучение по дополнительным программам естественно-научной и технической направленности. Шесть «Кванториумов» предлагается дмитровградским ребятам. К региональным журналам в ноябрьском номере детского познавательного журнала «Симик» в разделе «Любознайки» для юных читателей подготовлен материал о правилах хорошего тона и этикета. Что такое этикет, ребятам из второго класса школы номер 61 рассказали в библиотеке номер один «Мир искусства». Правила хороших манер гласят о правильном приветствии к культуре человека и его речи, а также о том, почему неуместно класть локотки на стол, когда за ним есть близко сидящие люди, или о том, что руки и губы после еды стоит вытирать салфеткой, ни в коем случае руками, скатертью, либо одеждой. Музей родного края посвящает Ода подстаканнику. Эта посуда активно используется в поездах дальнего исследования и всегда приводит пассажиров в неописуемый восторг. Раньше хороший подстаканник считался символом достатка, а сегодня это уже часть истории. Рубрика «Природа слова» рассказывает про фразеологизмы «Расправить крылья и дождь, как из ведра». Юбилей каникул Простоквашина. Наверняка среди вас, мои юные телезрители, нет ни одного, кто хотя бы раз в жизни не смотрел мультфильмы про дядю Федора и его верных друзей. Одной из серий знаменитой трилогии в этом году исполняется 40 лет. Зима не за горами, по этому поводу заблаговременно журнал предлагает своим читателям бланк письма и, самое главное, почтовый конверт, который можно вырезать и склеить, а затем сходить на почту, наклеить марки и отправить заветное письмо Деду Морозу. Давайте все дружно загадаем самые сокровенные желания и напишем письма любимому дедушке. Перед тем, как вырезать конверт, страничка с раскраской скрасит время досуга. Журналистка Анастасия Белова, еженедельника Ульяновского района Родины Ильича, рассказала о каникулах в онлайн формате. Для интересного и нескучного досуга ребятам во время каникул был подготовлен целый ряд мероприятий. Они включают как участие в всероссийских и региональных конкурсах и квестах, так и собственные наработки педагогов. Журналист еженедельника Старомаинские известия Наталья Алешина подготовила материал о соцслужбах, которые помогут пожилым при ограничительных мерах. На сегодняшний день в регионе организована очень горячая линия по номеру телефона 8 800 350 46 46. Для исполнения заявок граждан привлечены сотрудники областных учреждений соцзащиты и социального обслуживания Почта России и волонтеры. Издание «Новое время» Базарно-Сызганского района просят сбавить скорость. Сотрудники областного ГИПДД «Инзинский» совместно с учениками 8 класса Базарно-Сызганской школы номер 2 провели профилактическую акцию «Сбавь скорость, сохрани жизнь», а также «Внимание каникулы». За 10 месяцев 2020 года на территории Ульянской области за превышение установленной скорости движения выявлено более 1 миллиона случаев нарушений ПДД. Будьте осторожны за рулем. Газета «Канаж» на чувашском языке рассказывает о том, как в Доме культуры «Современник» прошли дни культуры Чувашской республики в Ульяновской области, которые посвятили к столетию со дня основания Чувашской автономной области, образованной в далеком 1920 году. А вот Кристина Никитина приняла участие в конкурсе чувашской эстрадной песни «Серебряные голоса», организованном Чувашским национальным конгрессом в столице республики Чувашии в городе Чебоксары, Шупашкар. Уроженка Ульяновской области стала почетным лауреатом первой степени. Подробнее об этих событиях и многом другом на страницах издания. Традиционно спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Спортивный вестник сообщает о 12-летней Валерии Клеменовой, которая стала трехкратной победительницей первенства Приворского федерального округа по шахматам, которое прошло в Самаре. Подопечная тренера Вячеслава Пирогова победила в классических шахматах, в быстрых шахматах и решении шахматных задач. Присоединяюсь к поздравлениям. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Улправда.ру» и «Медиа-73». Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика. С вами был обозреватель Антон Картошкин. До свежего схода грядки пресс-ботвы через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова